Сейчас я передаю слово Вадиму Александровичу Черноброву, известному руководителю общероссийского общественного научно-исследовательского мнения «Космопоиск». И он сам представит этот доклад, очередность какую-то. В общем, он все сам будет. Будет выйти. Добрый день. Сейчас я доклад номер один встречал где-то на закладном «Примурный свет» у меня в Космопоиске расскажет об этом вводитель Примурного отдела Владимир Вячеславович Скворцов. Здравствуйте. У меня доклад номер три части разделяется. Первая часть совсем коротенькая, техническая, больше для технорей, интересная, это по нашей инфракрасной программе. Вторая как бы общая, по той сенсации, которая случилась в прошлом году, у флотных техническую часть. И третья часть по нечувственному восприятию, по парапсихологикам. Сначала с первым. Я год назад рассказывал, что мы запустили как раз год назад программу по регистрации инфракрасных импульсов. Поэтому сейчас кратко докладываю, что программа развивается, проработала код, результаты, и, к сожалению, не могу рассказать, потому что зима такая у нас очень напряженная, мы ее просто не успели обработать. Вкратце мы регистрируем некие достаточно сложные формы инфракрасные сигналы, приходящие откуда-то из атмосферы. Толкнулись на это случайно наша прибалтийская группа, прибалтика-космопоиск. Поэтому мы танцуем не от теории, а сразу от практики. Сейчас, с начала года, мы заменяем оборудование во всей сети. Сеть у нас международная по регистрации импульсов. Что-то в атмосфере спускает эти инфракрасные сигналы. Испускает причем сериями. В частности, у нас совершенно явно выделялись серии по трем постам по Москве, направленным в разные стороны. Шли срабатывания в течение недели. Что это я объяснять и домысливать не хочу. Это похоже на то, как будто что-то летает вокруг Москвы в течение недели. Что у нас приборы регистрируют. Ну, это вот пока предварительный такой, никаких объяснений этому нет. Что это нет, есть только гипотеза, теория, мы продолжаем работу. Вот, в частности, один из новых приборов, которые используются в этой программе. Так они примерно выглядят. Вот идет срабатывание на короткие инфракрасные импульсы, длиннее и длиннее. Вот он помещал это, захватил тот импульс, который мы считаем для нас информационно значимым. Сейчас новая модель у нас предназначена сразу и для работы в поле. Так, с этим все. Вторая часть. СПОКОЙС, достаточно большая организация. Поэтому перед нами задача встает несколько неожиданной для уфологии, для исследовательских лабораторий. И вот в прошлом году, впервые в мировой практике, уфологическая организация стала выпускать оборудование. Не просто изготовлять какие-то приборы, а выпускать серийное. То есть количество наших групп, группы требуют оборудования, работают с ними. Поэтому нам приходится уже выходить на промышленные заказы. Теперь у нас разработка оборудования. Это не какие-то там разовые изготовления. Это нормальная плановая разработка. Это заказ на предприятиях. Делают частичные в Зеленограде. В Обнинске фрезеруют корпуса. Сборка в Зеленограде или Жуковском. Конечно, не все идет гладко. В частности, за финансовые вопросы. Но да, мы выпускаем первую серию приборов уже. Именно серия, там было, по-моему, 20 штук, разлетелось по группам. Вот здесь присутствуют руководители групп, которые их забирали. Также, поскольку мы не руководителем, координируем, скорее, такую виртуальную техническую группу. В частности, общение у нас идет все через интернет, через скайп-телефонию. Люди, специалисты разбросаны по разным городам. Это от Белоруссии, Прибалмске до Новосибирска. Вот недавно подключились дверь с очень хорошим человеком. Люди собирают и разрабатывают эти вещи прямо на местах. Поэтому у нас теперь оборудование все разрабатывается в двух вариантах. Первый – подсерийное изготовление для исследователей. И второй – для технических специалистов вариант, как бы, для самостоятельной сборки. И они туда, там, вставляют такие, вообще, возможности. Ну, потом мы их повторяем все. Вот. Ну, ничего удивительного, что впервые начал выпускать серийное оборудование во всем мире космопоиск. Как бы, количество наших групп, количество работающих групп. Потребовало такой задачи. Вот. Это, причем, первым был не инфракрасный девайс. А первым мы выпустили вот такой девайс. Это в рамках новой программы. Как раз он ближе к нечувственному восприятию. Прямо двух лет мы работали над такой проблемой, что вот есть аномальная зона, там наблюдаются пролеты, там происходит много чего. Опять-таки, помянув физику итальянца Паркони. Помяну кратко, это продолжение той его неудачной работы с энтропией, когда у него срабатывали различные оборудования. Было предположение, что в аномальных зонах неправильно идут энтропийные процессы. На простом языке увеличивается вероятность чудес. Второе, что было, практически любой человек, находясь в аномальной зоне, потом признается, особенно эти фнарии, они признаются большим трудом, они такого не признают. Я сам тоже долго не признавался. Происходит какое-то чувство, не все ощущают себя как-то иначе. Подъем настроения или подавленность, это ладно, но есть такой фактор, который нельзя точно даже сформулировать. Некое ощущение странности этого места, странности состояния. Таким образом, в итоге, за два года попыток как-то это формализировать, мы пришли к серии таких устройств. В основу легли генераторы случайных чисел, потому что, в принципе, они тоже зависят от энтропии. Работы ведет у нас Руслан Царимов, давно ведет по этим, по случайным числам. И его группа, он просто как бы не смотрел на это с точки зрения аномальных зонтов. Поэтому, когда мы пришли к такому выводу, у нас была уже готовая теоретическая база. И практическая. Обычный генератор случайных чисел — это кубик. Выкидывается одно из шести. Когда эта идея зародилась, белорусы немедленно, как люди практические, провели эксперимент. Кубик они бросали порядка 3600 раз. За неделю выбросили. Вероятности распределились совершенно нормально. Подавляющее большинство чисел — шесть, пять или еще что-то. Шестерка явно выигрывала. Это происходит из-за самой технологии кубика. В нем высверливают отверстия. Соответственно, на той стороне, где высверлили шесть отверстий, она легче. Там, где высверлили положенное одно, она тяжелее. Поэтому шестерка выпадает чаще. Вы это можете проверить совершенно самостоятельно сами. Саримов у нас работал со специальными игральными костями для казино. Они делаются по отдельной технологии. Они достаточно дорого стоят. Порядка 500 рублей одна кость. Я это рассказываю к тому, что генератор случайных чисел, генератор чистого шума создать не такая простая задача. Не получить шум, но достаточно сложно. Чтобы он был чистый шум, у него не было никаких закономерностей. Поэтому мы разработали прибор, который при нажатии на кнопку генерирует случайное число. От 1 до 10. Наверное, я буду говорить, как будто он генерирует 1 и 2, как монетка. Орел и решка, что-то нечто. В чем суть работы? Если мы бросаем монетку тысячу раз, кстати, монетки тоже не симметричны, скажем так, бросаем идеальную монетку тысячу раз, то 500 раз выпадет орел, 500 раз решка, примерно. Было предположение, что в аномальных зонах, поскольку это зависит от энтропии, информационной энтропии, было предположение, что это изменится, изменяется распределение. Таким образом, получилось численно оценить, насколько велико состояние чудесаности в данный момент. В экспедициях это успело поработать в прошлом году только экспериментальные образцы на медведице. Сейчас за зиму в польмении оснащены наши группы. И сейчас начнем работать в экспедиционном сезоне. Делается эта задача для того, чтобы попробовать поймать вот те волны. Что-то, есть четкое ощущение у прибористов, что вот эти аномалии, в аномальных зонах, они происходят волнами. То сильнее, то слабее. В частности, вот в зону Че, куда ездили, мы довольно часто, иногда сиднее что-то происходит, иногда не происходит. Потом туда приехала группа Леонида Гаврилова. Пошли типичные слова, что оборудование сошло с ума. То есть ГБС-спутник бросил их на 10 километров в сторону, что нереально. Начали выключаться фонари рации. Их было плохо всем. Меня, например, в эту волну там не было, что совершенно ужасно. Что меня ужасно разочаровывает. Поэтому вот с помощью такого генератора случайных чисел мы можем не только оценить, есть состояние аномалии или нет. Но и можем оценить его степень, когда оно сильнее, больше, слабее. Начали мы проверять эти генераторы в штабе. Проверяли достаточно сложно. Один из первых же образцов у проверяющего вызвал большие сомнения. Потому что там одно число выпадало гораздо чаще другого. Когда потом стали сравнивать результаты, выяснилось, что это было только у одного человека, у девушки. Зовут ее Анна. Фамилия не будем говорить. Она не член космопоиска, хвост, по-моему. После этого мы повторили эксперименты через неделю. Повторили с ней достаточно длинная серия бросков. Больше тысячи, полторы тысячи. Да, у нее цифры распределяются неравномерно. У всех остальных с маленькими колебаниями примерно 10 цифр на тысячи бросков. Получается каждый по 100. У нее ноль вылезает раза в полтора. Я не могу это комментировать как-то. Я могу это только констатировать. И не хочу. Теоретического базиса нет. А я вообще только приборез. Ну да. Вот этот человек, держа в руках генерал случайных чисел, как-то изменяет распределение энтропии. Среди свободных предположений то, что у нее есть какие-то экстрасенсорные способности. На основании этого мы повели работы, разработали еще несколько приборов. Приборы сейчас будем и обкатывать, некоторые уже обкатаны. И все это выпускается серийно снова, кроме опытных образцов. Опять идет заказ на предприятие, потому что группа Космопоиска требует одинакового оборудования и оборудования много. Что работалось в этой области? Во-первых, в этой области работал товарищ Зейнер, карты Зейнера, которых многие, наверное, слышали. Это серии из 25 карт, на которых изображены 5 различных символов. Их по очереди предъявляют испытуемому. И если он должен угадать, какое символы, сейчас ему показывают рубашку. По Зейнеру, если процент угадывания выше 17%, значит человек обладает какими-то паранормальными способностями. Но Зейнер дает только серию из 100 карт. Это очень мало. У нас в серии идут порядка 1000. По 100 мы прогоняем предварительно. Порядка тысячи, чтобы убедиться до конца. Что происходит там? Я не знаю. В принципе, если человек может влиять на вытаскивание бумажек, если он может влиять на то, как катится кубик, телекинетика, еще что-то, тогда повлиять на микросхему, на миниатюрные атомы ему еще проще. Так что чувствительность приборов намного больше, нежели какие-то тяжелые механические кубики. К сожалению, не могу говорить, но я обиду все-таки эти исследования. Я отвечаю за разработку оборудования. Объяснение в науке. В принципе, в итоге нашлось квантовые теории Эверетта. Это, как я, опять-таки, не квантовые физики, я просто лечу обоснования. Одна часть квантовой физики это не признает, вторая признает. У Эверетта в квантовой теории есть такая Y-функция. Это величина, характеризующая воздействие сознания испытуемого на эксперимент. Так что, в принципе, физика тоже подбирается к этому, причем квантовая физика на макро уровне. Там электроны, атомы, протоны, то же самое, что мы наблюдаем в экстрасенсах. Это взаимодействие заряженных частиц. Дальше буду говорить и я, потому что я вам буду рассказывать совершенно дикие вещи. Как человек технически, я не хочу за них отвечать, но это достаточно интересно. Давайте я такую фантазию расскажу, а вы решите, что оно так и было. Тем более, оно так и было. Проводили исследования мы по угадыванию, например. Причем человек находился совершенно в одном городе, там порядка тысячи километров. Связь по интернету, в другом месте экспериментатор выбрасывал число. А человек через интернет, вообще связь всякая обрезана. Человек через интернет, потому что у нас в основном приборе как раз... Да, сейчас подплекусь на меточку. Пустил важную вещь. Вот этот прибор для аномальных зон, это на самом деле только часть прибора. Я об этом забываю все время говорить, потому что на меня это очевидно. На самом деле измерительным прибором вот этой аномальности является весь комплекс человек и прибор. Прибор это только индикатор. Он позволяет перевести в цифры, он позволяет показать явно, как это происходит. Но само воздействие происходит на диспытуемого. То есть это, ну, как, не знаю, как индикатор на СВЧ-печке. А сам процесс происходит, не знаю, в голове человека, наверное. Вот. Это просто важное добавление. Так вот, проводился эксперимент на угадывание дистанционно. Угадывание не было. То есть оно приближалось к среднестатистическому, сколько человек должен угадать. Но потом при анализе получившихся рядов, два ряда, что человек называл и что было в реальности, выявились странные закономерности. В первой серии не было совпадений никаких. В первой части, в 20%. В следующей серии пошла странная вещь. Человек стал угадывать ту цифру, которая будет следующей. Не совсем ее, но рядом с ней. То есть если там 1, 2, 3, 4, 5, 6, то он и на приборе зажгется в следующий раз 5, он называл или 6, или 4. В следующей серии опять не было никаких совпадений. В следующей серии он стал угадывать на 2 вперед. Данные недостоверны, потому что, в общем-то, работу толком проделывать еще пока не успели. Это еще предстоит. Может быть, это совпадение, а может быть и нет. Дальше мы стали работать с, как бы это сказать, техническим языком, чтобы не говорить слово магии, экстрасенсы. В общем, мы стали говорить с людьми, которые работают с различными парафизическими, паранормальными явлениями. Что они стали делать с оборудованием, это вообще отдельная тема. Какие они стали получать там ответы. В общем, они там стали находить какие-то свои закономерности и использовать, я не знаю, для каких-то же целей. Нет, не буду говорить о моей тематике. Я все-таки в общем-то технику. Ну вот, собственно, и все. Вопросы, если есть, можно задать здесь. Так, Александр Евгеньевич, мы хотим вам презентовать эту. Это первый серийный уфологический прибор. То есть, это прибор не для общего исследования. Он предназначен именно для аномальных явлений. И изготавливается сериями. Его можно повторить сейчас. Через 10 лет можно сравнивать показания. Потому что одна из задач того, что делалось, например, 10 лет назад, с чем работали люди. Этого оборудования нет. По каким методикам? Этого нет. Повторить их эксперимент, чтобы проверить, не ошиблись ли они, не приняли ожидаемое за настоящие, невозможно. Сейчас у нас вся документация по приборам есть. Она распространяется в интернете. Соответственно, она расползает очень широко. И через 10 лет можно совершенно спокойно повторять наши опыты. И через 20 лет. Ну и кроме того, много самих экземпляров остается. Я хотел бы вам, Вадима Александровичу, ну, космопоиску, почему и всем присутствующим сказать о том, что путь, на который встал в приборное направление космопоиска, он не просто возможен правильно, абсолютно правильно. Подтверждение этого, сейчас я назову книжку, которую в 2007 году опубликовал, но в переводе, издательство «София», книжка ряда американских авторов, когда там Нобелевские лауреаты, физики, биологи там и так далее, люди, которые воспитаны были, дело в том, что в американских школах примерно 30 лет назад начали преподавать квантовую механику, ну, основу. Они уже тут повзрослели, там индусы какие-то есть, и все, книжку, ну, запишите. Что мы вообще знаем? Это прекрасные изданные, 250 страниц, примерно 1300 она стоит, достать очень сложно, но можно. А там группа авторов. А в оригинале на английском языке это звучит, что мы вообще, извините, нафиг знаем. Вот так. Ну, она же такая нормальная, что мы вообще знаем? Авторы совершенно спокойно и однозначно доказывают то, что мир идеален, что процессы физические, которые вот в квантовом этом мире, они точно такие же, как у нас в мозгу. Что мозг это самый совершенный аппарат во Вселенной. Что мы создаем не только там какие-то квантовые, там какие-то мы влияем на результаты экспериментов, а что мы вообще, говоря, создаем новые миры. Убийство Дианы, вернее, даже не убийство Дианы, а сообщение о убийстве Дианы, когда эта информация распространялась по людям, там эти датчики все стали зашкаливать, ну, в смысле, сбивать вот это вот 50 на 50 цифры. Когда грохнули 11 сентября, эти небоскребы в Америке, то же самое. Мы же, ну, живем в абсолютном мире. И то, что вот сейчас вот, ну, просто я знаю, что Космопоиск этим занимается. Я знаю еще несколько, там, может, государственных каких-то институтов, которые тоже начинают этим интересоваться. Вот, но это абсолютно правильный пункт. Да, и можно фиксировать и места посадок, там, и что угодно. Но мы, кстати, на Керозиглевских чтениях, вот с разных сторон, иногда это кажется смешным даже, парадоксальным, здесь техник выступает, здесь философ, здесь исследователь, здесь, ну, условно говоря, ортодокс, здесь там священнослужитель. Мы все приближаемся к одному и тому же, на самом деле, и способствуем этому приближению. Извините, заболтался. Спасибо. Сейчас, другими словами. Там много было, много, не помню, но я не помню. Вот, совершенно правильно сказали то, о чем я забыл. Это было молчать, принцесский опыт. Они расставляют генераторы случайных чисел по всему миру, и да, у них возникают всплески в моменты мировых событий. У них, кстати, возникают всплески иногда еще сами по себе, пытаются их привязать к каким-то событиям, но пока не знают. Было от них такое же определение, неопределённое объяснение, что они происходят в моменты, которые на Земле не фиксируются, или фиксируются в каких-то других земных отношениях. Мы планируем, у нас на основании вот этих высокоинтрактивных генераторов случайных чисел вышло достаточно много приборов, и мы планируем повторить свои сети, принцесские опыты. И мы пошли все-таки дальше, мы подсоединили к ним человек. Вот это, как так сказать, у нас основная разница. Но да, их опыты нам тоже... Я просто, может быть, не знаю, покеряюсь. Спасибо за внимание, я забыл с вами попрощаться. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ